Камень Хотя инвестор этого проекта хочет выставить из камней некую композицию при входе в парадном этого заведения, как в память всего этого процесса постройки. И поэтому камень нужно поднять в его первозданном виде и установить на нужное место. Уже подошел кран 460 тонн, да? Липхер. Да, Липхер. И он раскладывается, сейчас навешивает на себя противовесы, а наша задача немножко усложнилась. То есть ребята попросили, чтобы мы им помогли в строповке и также в подъеме дополнительно еще нескольких камней. То есть там есть 3 камня маленькие. 4, по-моему. 4 маленьких. 4 маленькие камня весом до 10 тонн. Один камень весом 34 тонны или 32. Ну и вот этот гигант, которого мы в прошлый раз тягали. Вот, поэтому сейчас мы начнем с камнем весом 32 тонны для разминки. Можешь чисто прогреться. Да, потом, для того, чтобы обеспечить подход к большому камню, мы поднимем маленькие камни. Ну, кран поднимет, соответственно, мы внизу поможем застропить. Вот. Ну и потом будет самая интересная, заключительная часть. Это подъем вот этого камня весом свыше 80 тонн. Ребята писали, что камень не весит 80 тонн. Мы типа обманываем. Ну, камень спрашивали, каким образом рассчитывается. Ну, мы говорили, да. Вы знаете, сейчас мы сможем это проверить, потому что кран дорогой, кран хороший. Мы обязательно спросим у крановщика, какой был его реальный вес. Вполне возможно, да, вполне возможно, что он весил меньше 85 тонн. Ну, сегодня мы это и узнаем. Некая интрига. Специально для вас. Поехали. Да. А, вот Ром, кстати. Посмотрите, здесь 19 это что-то другое. Вот это что написано? 1С написано. 1С написано? То есть, реальный там вес меньше. Реальный там получается 16, да, выбитые? 16 выбитые. 16? Да. Хорошо, я понял. Понеслась. Достаем, достаем таких две цепи короткие. Четверки. А они не четверки. Они пятерки с чем-то, пять с чем-то. Вот мы посмотрим сейчас. Открыть? Да, давай. Розовые цепи мы приобрели не просто так. Для того, чтобы, скажем, порадовать женскую часть аудитории, которая нас тоже смотрит. Депрессивно. Видал? Готови. Депрессивно. Яอง. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Моя задача – вот тот угол освободить немножко, чтобы цель проще было отлетать» «Симон» 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 А мы сделаем так, чтобы она там не отказалась. Зачем это усложняет? А если он сейчас в эту астрюлю к какой-нибудь ляжет? Она не касается. Она снизу поддерживает. Это сложная. Да, конечно. Прикольно они его, конечно, отгрызли от стены, да? Этот камушек, который сейчас лежит у нас, с которым мы в данный момент работаем, когда ребята делали сваи, они, соответственно, бурили землю, и этот камень пробурен сбоку. Все будет видно. Не знаю, как захотят ребята поставить его так, чтобы это было видно или спрятать. Там есть вопросы. Положим так, как хотят, в любом случае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без ручного труда никуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, city. Где? Здесь, здесь, здесь и там. Четыре крюка вот по стенке. Отлично. Он же четырех... Он будет за скобы держаться? Нет, вообще... Нет, за церковь. Чего проверну? Я думаю, что паук будет вот здесь. Ну да, там старая. odi будет вторая. Нормально, нормально. Скол бы будет? Между крючками. Нормально. Следующий паук нужно, соответственно, в скобке, развернуть туда. Правильно? Ну, либо туда, либо вот под зуб туда. Давай под зуб. Иди сюда. 8, 8, я накручивал. Лобби по 8. Мы готовы. Где кран? Многие на данном оберте переживают, что для подъема вот данного камня будет мешать укосина, который сделан на поверху. Но уже давно есть такое выражение, оно мне, ну, оно неправильно, но оно мне чисто по душе очень нравится. Греет душу, скажем так. Примерно точно по центру. Так вот, камень отодвинули от стены как раз-таки на необходимое расстояние. Примерно точно по центру. Погрузку разбили. Да, если у кого-то из наших зрителей будут вопросы по поводу того, почему цепь два раза закольцевали, мы, грубо говоря, перестраховались, перебздели, конечно, что-то говорить. Для того, чтобы не получилось, что какие-то звенья подогнутся, где-то что-то. Одной цепочки точно бы хватило, но она работала бы на грани своих характеристик. Рабочих. Ну, рабочих характеристик, да, не на разрывных нагрузках. Но решили перестраховаться и добавили. План действий поменялся у нас немножко. Сказали, мелкие камни пока вообще не трогать, не тратить на них время. Поднимаем большие. Сейчас будем обкапывать этот. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас не тот момент, когда делать нечего, я копаю. Нет, просто весь этот мусор, который лежит на камне, он там наверху не нужен. Там уже достаточно чисто. Поэтому мы скинем его здесь, не более того. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А у нас цепите не вариант, да? Да нет, конечно, но у них грузоподъемность. Хорошо, у нас есть еще паук, этот мощнейший. Что паук нам даст? Их паук. Осознание того, что он у вас есть. Подожди, их паук? Так они же им работать будут. Они будут стропы их брать. Нет, я понимаю, я сейчас думаю, он там... Нет, а то у него длины не хватает. У него 10-метровые стропы вниз. Ну, все правильно. Почему не хватает? Не хватает. Какова суммарная длина ваших стропов? А не сколько там? По 10 метров. По 10 метров. 20-ка, Сергей. А у нас вот этот... Там написано, посмотрите на бирки. 10-10. Внутри огона там. Этот 15 метров, по-моему. 15-15. Ну, получается, если два ваших, это 20, а у вас способ стягивания их между собой скобка. Получается, как бы, если 100 тонн рабочее, у него разрывная 700 тонн. Но это повреждение стропа, вот оно, во-первых, оно не выходит наружу. 20 процентов. Минус, минус. Ну, минус 25. А у нас же, Сергей, смотри, а мы можем же вот в этом месте на удар, ну, когда будем вот это, маленько перевернуть, как на удар, чтобы оно было, нет? Или нет смысла? Какую? Ну, вот этот строп у нас пойдет, но у нас тот периметр уже будет обхватывающий, да? И вот в этом месте мы, как бы, этим обхватывающим, мы обвернем вот этот строп, чтобы он, как бы, несколько раз сложился, нет? Вот этот? Да, да, да. Этого и, да? Перевереверевер. Чтобы именно в этом месте. Да нет, мне кажется, не ерунда это, что-то. Не, не, не. Смотрите, вот у вас идет ваша десятка, петля, продели, петля, и получили ровно 20-метровый строп. Его задублировали. Да, 20-метровый строп мы можем и просто даже по килограмму. Не, не, 15-метровый. У вас 10 сложили вдвое, продев через петлю, вы получили пятнашку. Да. Мы можем здесь сделать дублирующий ваш строп сдвоенный. Давайте попробуем. Мы можем даже не стропой, а цепой. Нет. Мягкая, она обхватывает хорошо, пружинит лучше. Ну, это, ну, надо просто... Нет, я не то, что цепи полностью, нет. Я кому-то 5-метровый кусок сложенной стропы заменить цепью. Окей, как вариант. Ну, или сложенные стропы между собой, как текстильный. А он у нас не 5 метров. Надо померить. Ну, это мы можем доставить текелажными скобами, но просто вопрос в том, что... Так будет это... Это будет более правильно так сделать. Потому что, как вы предлагаете, стропа будет в этом вагоне резаться. И вот когда вставляешь стропу вот так, плоской частью вагон, ее нагрывать начинает, даже при не очень больших нагрузках. То есть, ну, стропы можно выкинуть после этого. Одну, по крайней мере, точно. Реставатор задействуем или нет? Ну, наверное, просто... Здесь уже лучше не копать. Давай-то окомандуй, чтобы копал. Чтобы почистить, а как проводить? Давай-давай, хорошо. Сейчас, сейчас, я дам вам плобину. Так, друзья, у нас потеря потерь. Мы потеряли частичный экскаватор. Я не знаю, что произошло с гусеницей, но порвали звено. Порвали звено на гусенице, поэтому экскаватор уползал отсюда на ковше. Поменять его быстро, соответственно, невозможно. Тем более, звена нету. Так что экскаватора мы лишились. Либо он будет ползать на ковше, как подбитый. Надо еще одну лосу приподнять. КОНЕЦ В общем, пока проблема в том, что не получается завести строк под камень. Все-таки вес очень приличный. Но пробуем все-таки применить схему накрест, завести. Это будет более надежно. Но пока получается с трудом. КОНЕЦ 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 В результате, после долгих мучений, все-таки все получилось Не так просто как-то тащить было Ну и вот окончательный вердикт То, что на весах показал кран Это масса этого камня 70 тонн Ну да, были сомнения, что 85, мы тоже больше исполнялись 70 Хотя так, оценочник был без всяких расчетов А глаз просто, ну, естественно, с расчетом Но без всяких там лазерных указок, ювелиров и так далее Вот, как Рома сказал локтями Так что, действительно, вес немножко был изначально завышен Более точный, это 70 тонн Ну что, ребятки, так как крепыша мы уже выкинули Соответственно, остался второй камушек весом, говорят, 35 тонн Посмотрим, сколько весит этот Сейчас мы его тоже сжатнем Он уже застроплен, будет намного быстрее, впрочем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы остановим немножко весь процесс Потому что одна цепочка висит не очень хорошо Просто поправим и продолжим Субтитры сделал DimaTorzok С этим камешком получилось у нас побыстрее Вот, но тут промашка с весом в другую сторону Говорили 34 тонны Весы на кране показали 41 тонну И очень неудобный тоже он формы был Его только реально было быстро вот так цепями застропить То есть наши цепи сработали, не зря мы их везли Ну, теперь идем снова вниз, котлован Вытаскиваем маленькие камни Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все, закончился у нас сегодняшний рабочий день Нас, честно говоря, подустали Это было посложнее, чем первый раз Первый раз у нас прошло все за 3 часа, по-моему А сейчас целый день ушел, самое сложное, конечно, было с этим камнем, с первым, с тяжелым Потому что стропы заводить было под него очень тяжело Ну, все-таки немножко помогло, что мы первый раз на него надвинули немножко, да, эту стропу Помогло, да, так бы было еще дольше Вот, стропы выдержали, на самом деле, наши стропы Тоже запас нагрузки они выдерживают То есть, ну, я в плане износостойкости об этих камнях А ты, кстати, сказал, что мы ее надорвали Ничего не надорвали, я посмотрел, все целое Не, не надорвали, он так ковшом опасно Эскаваторщик у нас хочет сказать от бога, но нет Не то, что от бога, а парень слишком шальной Слишком шальной Наверное, он неплохой, но очень быстрый Ну, ладно, все прошло удачно Все камни подняли Поэтому сейчас едем по домам Устал? Да Я жутко устал Всего доброго, до новых встреч Пока Субтитры подогнали Симон